О футболе. Курск-Белгород и Курск-Орел. Два главных футбольных черноземных дерби. В противостоянии с Салютом в этом сезоне «Авангард» оба раза был сильнее. А вот русичи на своем поле команду Александра Игнатенко обыграли со счетом 2-0. В воскресенье у курян была возможность взять реванш, но гости из «Орла» решили по-своему. Подробнее о матче в сюжете. После триумфа в Калуге со счетом 4-1 «Авангард» был настроен на продолжение победной серии. Но игра не задалась с самого начала. Гости открыли счет на 33-й минуте, когда Артем Почин по какой-то невыслимой траектории переправил мяч в ворота Курян. За грубую игру против Игоря Алексеева арбитр удалил с поля Алексея Юткина. Едва оставшись десятером, русичи в следующей же атаке забили второй гол. Капитан и главный бомбардир команды, экс-игрок «Авангарда» Евгений Поляков дальним ударом отправил мяч в створ ворот. У Куряна еще было время отыграться, но удар Дмитрия Ахбаса штрафного угодил в перекладину. А Карен Саргсян промахнулся с выгоднейшей позиции. И лишь в компенсированное время «Авангард» забил гол «Престижа» с пенальти, назначенного за грубую игру, против Ивана Подоляка, реализовал Дмитрий Ахбас. Перед настоящими болельщиками, которые там поддерживают, я за первый тайм хочу принести извинения. Играли плохо, безобразно, не получилась игра. Второй тайм, если бы так играли первым таймом, я думаю, что мы бы игру выиграли, потому что была агрессия, моменты стали появляться. У тренерского шсаба «Курян» было много вопросов по судейству. Два самых ярких эпизода. Вратарь Хоркин, уже заработавший в этом матче горчичник, умышленно задержал вот мяча в игру, за что получил лишь устное предупреждение от судьи. Второй момент с наказанием Карена Саргсяна. Ну и заключение судейства, конечно, я эту тему редко, когда касаюсь, но это, по-моему, повторение второго Липецка было. Так, дома судить нельзя, как дома. Я не говорю, там никогда не прошу судей, помогайте или что. Но были такие моменты, вот Карен, четвертая карточка, это было целенаправленно сделано, потому что я сам всегда, как говорится, просчитываю, мы следующая игра в Белгороде. И вот четвертую карточку он пропускает игру, то есть работают люди. 22 сентября «Авангард» на выезде играет с белгородским салютом. Глеб Арфенцев, Наталья Рязанцева, Максим Леонов, Телеканал СЕИМ.